Встретиться с автором на его персональной выставке горожанам удается не так часто. На этот раз посетителям посчастливилось. Владимир Доценко рассказал о своем становлении как художника и лично провел небольшую экскурсию по залу. В экспозиции автора более 70 живописных работ, выполненных за последние 20 лет. Но это далеко не все. Художник подсчитал, вместе с этюдами выйдет тысячу-полторы работ, и каждая по-своему дорога. Художнику все интересно. Старенький заборчик с какой-то травой. Там такое дыхание, вот Россия. Не эта уложенная плиткой Европа. Понимаете, и птичка тут, и все здесь, и облако какое-то интересное, и дерево. Это же многообразие, богатство мира. Большая часть работы Владимира Доценко посвящена родной сибирской природе. Дыхание всех времен года ощущается настолько реалистично, что об экспозиции уже говорят. Она наполнила выставочный зал природой. Мне нравятся картины, где горы, снег, лето, весна, падает снег, дождь. Такие картины мне нравятся. Наш язык вот, вот наш диалог со зрителем, это вот непосредственно. И мне бы хотелось потом, конечно, какие-то отклики от зрителей. Мы работали в паре, я видел, как он. Он, в отличие от меня, берет большие такие холсты для этюдов. И вот умудряется эти холсты заполнить. Это тоже очень непросто. Кроме пейзажных работ на счету художника есть и портреты, в том числе и автопортреты. Автопортрет ваш, это что было? Шутливость какая-то или проба пера? Да нет, не проба пера. У меня были и другие. Но, видимо, такое было настроение. Художник должен сам себя запечатлеть? Да, Рембрандт оставил в истории более 100 автопортретов. Несмотря на довольно внушительный арсенал работ, художник не останавливается на достигнутом. Владимир Доценко уже начал трудиться над работами с историческим уклоном. Они войдут уже в другую экспозицию. Ну а персональная выставка «Пейзаж» пробудет в Ленинске до конца месяца. Выставочный зал ждет всех любителей живописи.